Привет! Сегодня 6 мая 2018-го. Сегодня совершаю велопрогулку по местам моего детства. Собираюсь попасть на территорию бывшей 16-й площадки, когда-то здесь бывает десантная часть. Нигде не написано, что этот объект охраняется государством, чёпом. Всё открыто. Заходите. Ностальгия берёт свою. Чтобы попасть на территорию 16-й площадки, надо пройти через такое КПП. Через это КПП. Через эти ворота проезжали в часть машины. Здесь была дорога. Здесь прошло моё детство. 10 лет моего детства. С 1972 года по 1983 год. Здесь когда-то находилась лесопилка. Всегда было очень много дерева, досок. Здесь какие-то складские помещения бывшие. Но вот на этом месте был барак, общежитие для работников 16-й площадки. солдатов, ну, скорее не солдатов, а офицеров, прапорщиков и всех тех, кто работал на 16-й площадке. Вот здесь я провёл своё детство. Здесь играл, здесь рос. Иду дальше. Я пошёл к бывшим сладским помещениям просто заглянуть, что там сейчас. Как видите, вода, поломанная крыша. под временем всё это разрушается. Следы бывшего асфальта. Всё. Растут деревья сквозь бетон. Прошёл чуть дальше и увидел такую картину. месиво из бетона. Как будто было здесь землетрясение. Такое ощущение, что здесь были авиаудары. Такие точечные. был здесь в прошлом году. Было разрухи поменьше. Вот здесь был бывший магазин. В прошлом году он был цел. Извиняюсь, прервали звонком. Бывший магазин. В прошлом году он ещё был цел. После зимы всё разрушилось. здесь здесь когда-то были казармы. Казарм 5. Одна из казарм далеке сохранилась. Чуть попозже я там до туда дойду. Это здание бывшего клуба. рядом была столовая. Не вижу. Может быть вот это столовая. Подойду поближе посмотрю. Конечно везде разруха. Лужи. Месяц май. Сыро. Я в туфлях. Ходить трудно. Куда смогу туда пройду. Места конечно не узнать. Прошло больше 30 лет. За 30 лет даже больше. Такие изменения здесь. Это бывший штаб. Он был построен позже когда я уже отсюда уехал. куда мы съехали. Везде кирпичи. Бывшее строение ребята. Ну это я обиду что это бывший магазин Военторг. так лишь бы мне не напороться на гвоздь. Кругом хлам. Действительно здесь было землетрясение. Вот я подошел поближе к бывшему Военторгу. Деревянное здание где мои родители те кто проживал на этой 16 площадке ну в дальнейшем нестатной части что-то покупали так это штаб дошел до штаба стараюсь доехать до пруда такой небольшой участок красивый с елочками это пруд когда-то здесь были рыбы запущены были когда-то мальки карасики зимой мы играли на этом пруду хоккей в этом березнике росли грибы и я наблюдал за ростом грибов чтобы никто не срывал мои грибы я их маскировал листвой через несколько дней приходил проверял смотрел как он подрос они подросли и до нужного так сказать размера съедобного я срезал эти грибы сейчас наверное здесь уже ничего не растет проехал чуть-чуть дальше вот такие руины бетонные здания остатки бетонных зданий когда-то были склады даже была здесь железная дорога не знаю существует ли она сейчас думаю вряд ли дымы костров наверное мусор какой-нибудь жгут какой-нибудь мусор привозят вываливают жгут ну сейчас подведу к этим бывшим казармам как вижу здесь две казармы остались вот примерно и такое было у нас общежитие где я жил в мультивальном барак это не казармы впереди вот КПП откуда я приехал подошел к казармам я подошел к казармам чуть поближе сейчас собираюсь заглянуть что там внутри следы истории или бы это все на меня не упало вот так выглядели советские казармы внутрь конечно я побоюсь зайти крыша так может рухнуть не могу точно сказать когда десантники последняя дислокация здесь на этом месте была десантиков в каком году они ушли ну наверное уже лет 10 назад точно можно было в Министерство обороны этот объект продать сдать можно было эти казармы содержать до сих пор детские лагеря делать скалки совсем недалеко от города город вот видно даже проводить какие-то слеты деткам было бы интересно но в данный момент все разрушено ощущение полного землетрясения без схозности все что можно выкопано наверное здесь кобеля там под землей как вижу железной дороги вот здесь нету рельс нету все разворовано все расчищено кругом разруха к сожалению вот сейчас снег растаял невозможно подойти например бывшему клубу хотелось бы подойти посмотреть бывшая столовая вернее клуб что там сейчас везде вон какие-то как будто я не знаю что-то рыли наверное кабель действительно лукопали ну что сейчас еще похожу что-нибудь интересное поснимаю и покажу собираюсь подойти к клубу везде вырыты вот такие котлованчики которые заполнены водой смогу ли я отойти неизвестно ну и батарея у меня честно говоря садится вот две казармы дом остатки высших зданий видимо здесь балабаня можно увидеть каменные лавки ранняя весна боюсь как бы я не подцепил клещей опять же ямы выкапывают что-то ищут до сих до сих пор следы свежих выкапываний вот территория буквально вся и зарыта хочется попасть в это здание здание бывшей столовой но боюсь что в моей обуви я сюда просто не смогу попасть вот здесь бывшая столовая там дальше клуб здесь вот еще штуки три казармы стояли вот за этим разрушенным зданием КПП до которого мне даже не дойти вот видите какие преграды натуральное землетрясение ощущение землетрясения я здесь посоветовал бы режиссерам снять апокалипсис авиаудары под Костромой называется ну или землетрясение так ну на этом я завершаю свою наверное прогулку теперь вопрос как мне обратно выйти через эти препятствия здесь участок сухой поэтому здесь еду впереди преграда поваренное дерево ну вот открытое окошко и я заглянул внутрь этой казармы в историю то же самое как и в первой казарме все все разрушается все гниет время делает свое дело но я пробираюсь дальше шел эти казармы и подхожу к пруду хоть что-то еще цело пруд в моем детстве конечно не выглядел так он был как бы глубже в этих березках росли грибы скоро появятся листья вот они березки я в перчатках вело потому что приехал сюда на велосипеде вот в этих березках я не находил грибы вот он пруд может до сих пор здесь есть караси не знаю прошлом году он был потище когда я сюда приезжал как меняется природа за год лавочка и как обычно перед штабом вонских частей бывает хорошая территория посажены елочки красивенько чувствуется что когда-то здесь было красиво к сожалению военторг разрушился разрушился вот они березки мои грибные я вас люблю обнимаю их помню может быть в моем детстве вы были совсем маленькие может быть мои березки уже грибные уже не существуют может это их так сказать потомство ну и вот мой торг я все иду кпп видите какие у меня препятствия и воспоминания посещают так где же мой велосипед за этим прудом здание здесь был автопарк воинской части там работал мой отец водителем в прошлом году я маленько снял территорию автопарка бывшего где было в общем и автомастерские боксы крытые все было сейчас там территория типа этой и снимать в общем нечего все изрыто на самом деле очень грустно что когда-то здесь кипела жизнь жили люди работали ярус в том числе вот здесь на этой территории мы пацаны гуляли шалили очень была у нас интересная жизнь сегодня это выглядит так зона отчуждения забытая зона еще одна зона в самом городе в самом окраине хотя если с умом как я говорил ранее здесь можно было организовать и лагеря все конечно подремонтировать реконструировать и за 10 лет может даже больше не знаю точно все превращается постепенно в прах ну ладно иду кпп все таки заключительные кадры моего видео я дошел до бывшего штаба это как видите кирпичное крепкое сооружение еще еще будет долго стоять вот все внутри можно конечно взглянуть внутрь побродить посмотреть вот мебель какая-то можно найти какие-нибудь наверное журнатики старые антикварные советских времен вот видите мебель шкафы тумбочки честно говоря мне внутренний тянет походил по территории уже подустал еще ехать назад цель близка кпп иду дальше я дошел до кпп на этом я хочу со всеми попрощаться спасибо за внимание вот здесь был барак здесь была дорожка между бараком и штабом здесь мы играли зимой в хоккей летом катались на велосипедах ну я возвращаюсь домой надеюсь моя экскурсия была вам интересна до кпп до кпп до кпп Продолжение следует...